Бонджорно интернет, добро пожаловать в ТЖЛ Теории! И сегодня мы с вами разберем очередную ежемесячную главу девятой части, которая подкинула нам еще больше загадок и момент, который меняет сюжет всего произведения. Но перед началом я хочу сказать спасибо вот этим ребятам за донаты, это меньшее, что я могу сделать, в частности, огромная благодарность Безбашенному Говновозу с Пейпером и Олегом за постоянное великое спонсорство. И прошу вас подписаться на новостной и резервный телеграм-канал, где стараюсь постить всю актуальную информацию. А также буду невероятно благодарен вам за подписку на канал и лайк под видео. И спасибо большое Дане за помощь с превью. Начнем с вопиющего на страницах Джоджи Лэнс, уже которую главу фанаты жаждут возвращения Джобина, что не появляется аж с конца Джоджи Леон, и складывается ощущение, что... Араки забыл про него? Кхм. Ладно, вернусь к привычному и нормальному повествованию. Естественно, в случае четвертой главы хотелось бы начать свое обсуждение с Рохана. Глава называется словно это какой-то файтинг, и видимо Джоджио нашел свою главную позу, которая может подчеркивать его незаконную деятельность и что он всегда ходит по краю. До последнего надеются, что все сложится по-другому, но после данной главы с 99% вероятностью можно утверждать, что это тот самый Рохан, но просто перенесенный в СБР-верс, без каких-либо изменений. Тот же Баккин, та же Кёка с тем же самым стандом, хоть и работает он немного по-другому. Традиция демонстрировать станды из предыдущей вселенной по сюжету сохранена. Возможно, это даже Рохан из двух предыдущих фаншотов. И таким образом, девятая часть оказывается у нас началась в 2022. Но тогда к чему было рисовать логотип Морио с четвертой части? Чтобы запутать? Тогда не проще ли было бы вообще не изображать его? Или к 2022 лого Морио с Джи-Леона стало таким же, как в четвертой части? Лично я таким раскладом не особо доволен. Да, это неожиданно и необычно. Да, Рохан у меня любимый персонаж во всем Джоджо, но его слишком много. Отчего начинаешь немного уставать. Было бы интереснее, если бы у него был другой станд, или и вовсе он был бы обычным мангакой. А его прошаренность можно было бы объяснить эрудированностью и многолетним написанием необычной манги. Либо же у нас во всех вселенных Рохан никак не меняется. Но посмотрим, как все будет в итоге. Все-таки за самим Роханом крайне приятно наблюдать. Он внушает и одновременно пугает, с какой легкостью он разобрался с бандой главных героев. И в аниме это столкновение будет выглядеть просто бомбезно. Теперь понятно, к чему это было. Позабавили параллель на первое появление Рохана в четвертой части, а также явная отсылка на культовую битву Джоджо и Дио. Очень радует живое взаимодействие персонажей между собой. Каждый из них уникален. У саги явно новичок во всех этих делах и сильно паникует. На крупных планах драгону у меня вообще ассоциировался с Джорно из-за его цветов, которые выглядят как бублики на прическе Джорно. И мне очень зашла эксмекалка по избавлению от ловушки при помощи стандов. Да хассл в целом получился довольно необычным, и тут он раскрылся с новой стороны, способностью вибрировать мышцами. Что позволило ему потолкнуть лезвие вверх и оборвать струну. По-видимому, так как станды у них не особо сильные, то во всей части они будут выезжать втокновениях за счет смекалки. Нас возможно будет ждать еще меньше прямых конфликтов и больше битвы интеллекта. И они все-таки взяли маски. Странно, что они не носили их на себе сразу. Да и не знаю, насколько они способны скрыть личность. Но все же лучше, чем ничего. Обложка ультра-джамп возможно является жестким байтом от Араки, ибо по ней выглядит так, будто Рохану суждено проигрывать подростку Джастару в любой вселенной. А вот по этой главе такое впечатление явно не складывается. Будто обложка наоборот демонстрирует, что все будет реверсивно в итоге. Однако все еще может измениться, и Джодио при помощи своего стандарного расстояния сможет противостоять Рохану. Тут же Пака смог захватить его на неожиданности гачи приемчиком. Поэтому в теории и Джон Джо Лэнс может найти к нему подход. После чего они его свяжут. И естественно, они начнут допрашивать его про необычный остров Алмаз. И что если Рохан наоборот предложит им сотрудничество? Или вовсе наймет для исследования этого феномена? А причиненный ущерб так, мелочь. Экспириенс для манги. Рохан буквально знает про них все при помощи Heaven's Door. И даже если они его свяжут и запрут, он легко может шантажировать их полицией. Несколько подписчиков написали интересную мысль, что Рохан в этой части может быть своего рода персонажем-визиткой и задаст героям цель. При этом демонстрируя новые концепции, аспекты лора, настрой истории и подобное, как было в предыдущих частях. Поэтому сомневаюсь, что Рохан будет как-то крупно фигурировать после этой арки в девятой части. Идея с тем, что он присоединится к главным героям, конечно, клёвая, но таким образом он будет перетягивать на себя внимание. Есть шанс того, что Рохан тут умрёт? Да кто его знает. Но мне кажется, герои не настолько жестокие. Хотя, к слову, только сейчас заметил, что у Джодио поменялись перчатки в сравнении с первой главой. Ещё у меня есть ощущение, будто Рохан ждал чего похуже от похитителей. И явно рад, что это просто грабители. В общем, неспроста эти расспросы от него. Главной загадкой всё так же остаются Алмаз и Киса. Насчёт второго, лично мне кажется, что кот здесь играет роль наблюдателя. И по этой главе ощущение, что он никак не связан с нитью ловушкой. Сомневаюсь, что это просто рандомный кот, ибо на уши очень необычно он выглядит. Опять же, возможно, у нас здесь имеется третья сторона конфликта, что наблюдает за событиями и в самый неподходящий момент для героев вмешается. Но будет смешно, если это просто кошак. Алмаз же, ну, по всей видимости, это и есть тот самый несокрушимый алмаз, или же крэйзи алмаз в СВР-версе. Складывается впечатление, что он не позволяет себя украсть и таким образом защищает себя. Алмаз со стандом? Станд-алмаз? Или может и вовсе новый организм, наподобие тех, что мы видели в восьмой части? Каким образом тогда его присвоил себе Рохан? Хороший вопрос. Но, вероятно, с этим всем как-то связана та лава. Кстати, помните, всё, Боллрайн была вселенной, где все охотились за алмазом вместо трупа? Теперь за алмазом все охотятся здесь. Ещё есть тема, которую я бы с вами хотел обсудить, и которая не связана конкретно с этой главой. Это отец Джодио и Драгоны. Я надеюсь, что в будущем эту часть семейной жизни раскроют нам. Джодио явно об этом неприятно говорить, и, к примеру, его отец мог как-то повлиять на его психическое состояние. Или просто сама суть развода родителей, что также хорошо пошло бы на раскрытие не только Джодио, но и его самого близкого окружения. Интересным решением было бы сделать его из семейства Брандо, и, таким образом, быть плохим отцом семейства Брандо База. Это вряд ли семейная линия от Диего, так как он умер достаточно рано, а до этого у него были отношения с 83-х летней старухой. Возможно, у него были отношения до этого, но, вероятнее, его горе-отец продолжил род. На это намекает не только имя Джодио, что может символизировать его неоднозначность по истории, но и его мотивация стать неприлично богатым, который ближе к семейству Брандо. Подняться с самого дна, чтобы показать остальным их превосходство. Дио, что отверг свою человечность, став бессмертным и сильным вампиром. А позже и вовсе с попыткой осуществить райский план, с изменением устройства мира, путь Джорно от бедности до босса мафии. Другие бастарды также демонстрировали схожие черты, особенно Версус и Унгалу. А Диего хотел выиграть Сетибол Ран, чтобы подняться на вершину общества. Поэтому, как по мне, это будет огромным упущением, не делать отца из семейства Брандо. Хотя, по итогу, может быть, как с отцом Джотаро, про которого мы, по сути, ничего не знаем и ни разу не видели. Но, учитывая, что в этой вселенной на взаимоотношениях родителей с детьми делается большой упор, то, думаю, нас еще может ждать что-то интересное как с матерью братьев, так и с их отцом. Джо Джо Лэнс также продолжает радовать и интриговать нас, держа в ожидании напряжение каждый месяц. И хоть в этот раз глава получилась больше экшеновой и самой короткой, она все так же хороша рисунком и повествованием. Лично мне вот эти факапы команды и их особая неопытность очень сильно напоминают ситуацию с персонажами фильма Большой Куш, Винни, Солом и Тайроном. И это выходит первая глава без референса к Брекин Бэт. В общем, следующая пятая глава выйдет 18 июня. Надеюсь, обойдется так же без слива головы и с минимальным количеством утечек. Благодарю вас за просмотр. Пишите свои мысли и теории в комментариях и поправьте, если я где-то ошибся. И не забывайте выполнять привычный алгоритм из начала видео. Это все будет вашей наилучшей благодарностью. И не забывайте, это всего лишь теории. ТЖЛ Теории. Ари Ведарч.